Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 7 марта, и с фоеменина в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Иоанна, Иосифа, Владимира, Михаила, Виктора, Сергия, Андрея, Пороскева, Стефана, Николая, Елизаветы, Ирины, Варвары, Андрея, Федора, Филиппа. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня, кроме прочих новомучников и исповедников российских, церковь совершает память священномучника Протерея Иоанна. Родился святой 2 июня 1869 года в селе Захарова Клинского уезда Московской губернии в семье диакона Василия Парусникова. В 1890 году окончил Московскую духовную семинарию и два года был учителем церковно-приходской школы. 2 марта 1992 года он был рукоположен во священника, в 1920 году возведен в Сан-Протерея, в 1931 году награжден митрой. 27 августа 1934 года отец Иоанн был назначен в Успенский храм в селе Успенское Ногинского района Московской области. Храм этот ко времени назначения отца Иоанна уже претерпел поругание от безбожников. В ведомости о церкви за 1935 год сообщалось, «Храм каменный, крепкий, с такой же колокольней, крыша требует ремонта и покраски. Ризница до января 1930 года была богатая. В это же время все было растащено и храм обращен в клуб. В июле того же года храм был возвращен, и все было восстановлено в скромном, но приличном виде». Через некоторое время, в конце 1936 или 1937 году, отец Иоанн был назначен служить в храм Рождества Божьей Матери в селе Нестерова на реке Вырки Орехозуевского района Московской области. Летом 1937 года по всей стране начались массовые аресты верующих. Закрывались и разорялись храмы. 10 февраля 1938 года протерей Иоанн Парусников был арестован и заключен в тюрьму в Орехово-Зуеве. Подходил к концу 1946 год служения отца Иоанна в церкви Христовой. Господу было угодно, чтобы свой многолетний пастырский труд отец Иоанн завершил мученической кончиной. Готовясь арестовать священника, следователи 22 октября 1937 года допросили двух лжесвидетелей. Которые подписали требуемые от них протоколы. Имея на руках показания лжесвидетелей, власти, тем не менее, арестовали отца Иоанна только через несколько месяцев, 10 февраля 1938 года. 14 февраля он был единственный раз допрошен. Расспросив о происхождении и имущественном положении, следователь спросил его. Следствие располагает данными, что вы, будучи настроены против советской власти и партии, среди колхозников вели контрреволюционную агитацию. Признаете ли вы это? Отрицаю. Среди колхозников никакой агитации не вел. Не отрицаю того, что неоднократно на улице и в других местах колхозники выражали недовольство советской властью. Иногда это было, например, при перевозке меня куда-либо на лошади. Перевозивший выражал свое недовольство. Также были случаи и на поминках, отвечал отец Иоанн. В октябре 1937 года вы среди колхозников вели агитацию в контрреволюционном духе. Признаете вы это? Нет, не признаю. Так как в октябре 1937 года среди колхозников в контрреволюционном духе ничего не говорил. Летом 1937 года вы выражали недовольство советской властью. Также в контрреволюционных настроениях говорили по вопросу будущей войны. Это я совершенно отрицаю. По вопросу будущей войны летом 1937 года ничего не говорил. 17 февраля следствие было закончено. На Цианна перевели в Таганскую тюрьму в Москве. 19 февраля тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Протерей Иоанн Парусников был расстрелян 7 марта 1938 года на полигоне Бутова под Москвой и погребен в безвестной общей могиле. Каждому человеку Господь в душу вложил определенные, даже не столько понятия, а инстинкты. Инстинкты, которые ограничивают человеческую злобу, грех. По замыслу Божьему эти законы, они должны способствовать человеку оставаться человеком. Например, закон «Не убей». Человеку в нормальном состоянии очень сложно убить другого. Это требует какой-то определенной извращенности души, ее очень сильного повреждения. Когда человек становится уже по сути даже не как животное. Потому что в животной среде ворон ворону глаз не выклюет. В одном виде животные между собой до смерти не враждует. У более слабых хищники нападают на какие-то беззащитных. Вот так вот, чтобы друг против друга это крайне редко встречается. То есть человек опускается до уровня ниже животного, когда позволяет себе совершать то, о чем мы каждый раз вспоминаем, когда мученики от своих же собратьев, часто близких, знакомых, получали лжесвидетельство. И затем смертный приговор. Часто после долгих периодов мучений и пыток. Человек убивает человек. Но для того, чтобы этот закон переступить, нужно сначала изменить свое сознание. Как изменить сознание? А нужно того человека вывести за рамки человеческих отношений. Но обозначить его контрреволюционером, террористом, врагом народа. И раз он выведен за общество нормальных людей, там уже с ним можно поступать по каким-то другим понятиям. Нечеловеческим, демоническим. Это время, казалось бы, давным-давно прошло, но на самом деле нет. Просто изменились формы такого сатанинского отношения к человеку. В днях рассказали историю прерывания беременности на очень длительном, позднем сроке. Родители от ребенка отказались. Был вызван выкидыш от преждевременной роды. Ну и составлена записка медицинская, что там роды произведены в сроке 21 недели. Ребенка отправили в морг, а в морге он ожил. И сотрудники морга оказались в таком шоке, что вот живой человек, 21 неделя — это сформированный ребенок. Обратились в больницу, возьмите, надо же спасать. А там говорят, ну нет, нам не нужно портить статистику. Ребенок жил 7 часов, потом умер. А потом возникла такая ситуация, что его и похоронить по-человечески нельзя. Ну, потому что по законам ребенка может считаться только родившийся после 22 недель. А если 21 с половиной, это еще не человек. И его нужно отправлять в биоматериал, то есть так сжигать с отходами разной деятельности. Вот такая жуткая история, которая происходит в наше время. И участники этих процессов, они живут рядом. и что делать? Как объяснить, как понять, что человек, он ведь имеет право на жизнь. Если он уже эту жизнь получил, если Господь эту жизнь дал, и человеком он становится с момента зачатия, а не после беременности в 22 недели, что качественно он уже человек, дальше он только развивается количественно, в нем уже заложен и цвет волос, и темперамент, и пол, и определенные характеристики личностные, заложены уже вот в этом самом маленьком ядрышке, из которого дальше будет развиваться человек. Но бумажка говорит по-другому, ты еще не человек, поэтому в 21 неделю, а с этого момента ребенка еще можно, уже можно выходить благодаря определенным медицинским технологиям, а его записывают вне человека и убивают. Но вместе с этим каждый убивает самих себя, потому что как можно спокойно жить палачу, как можно спокойно воспитывать своих детей, когда руки в крови, но самое страшное, как Богу отвечать за то, что ты в своей жизни натворил. В социальной сети ВКонтакте даже такая история появилась. Наш админ в офисе через какой-то промежуток времени принудительно менял всем пароли на вход в компьютеры. Обычно менял он их сам вечерком, пользуясь генератором случайных паролей. Программа случайным образом подбирала комбинацию букв и цифр, он затем распределял их по сотрудникам. А под утро ты под клавиатурой находил кусочек бумажки с новым паролем. Так вот в тот день, когда моя коллега должна была идти на аборт, под клавиатурой она нашла свой новый пароль на компьютере. Латинскими буквами PLZMOM НО. То есть как бы аббревиатуры трех слов и которые единство могли бы быть расшифруемы как PLZMOM NO. То есть пожалуйста, мама нет. Мы живем во время, когда зло становится легальным. Когда то, что всегда было стыдно, мерзко, грязно, страшно, теперь выставляется на пьедестал, оправдывается, обозначается, какими-то аргументами обосновывается и совершается. Но каждый человек должен для себя усвоить из этих историй, что жизнь человека начинается с момента зачатия, что ребенок, если он дан Богом, родителям, он имеет право на жизнь, что тот маленький эбриончик это не часть тела женщины, с которой она может поступать как хочет, это не аппендицит, который захотел и вырезал. Это живое существо со своей душой, со своим сердцем, со своими личностными особенностями. и нельзя одному человеку никогда убивать другого человека. Это страшно. Давайте об этом призадумаемся, дорогие мои. Время поста, время изменения своего сознания, своей жизни. И помогай нам всем, Господь! Господь!